итак запись вроде тоже пошла еще раз всем привет добро пожаловать и сегодня мы продолжаем проходить сюжет fire emblem engage впереди у нас 12 глава событие который будет происходить как написано там справа пустыня тула ну погнали новый регион новые персонажи новые приключения новый кринж вперед глава 12 дозорные пустыни куда ни посмотри тут один песок только это узкая пустыня что находится сразу через границу с иллюзией да и в целом большая часть солма это пустыня в отличие от иллюзии это место настолько горячее что я боюсь что могу расплавиться и куда мы идем дальше господин божественный дракон вам стоит пойти сразу в замок солма чтобы поговорить с королем или королевой однако если на них уже напали когда я еще была в иллюзии четыре гонщи несколько раз уже ходили солом однако к сожалению никаких признаков успехов не было поэтому королевский замок скорее всего в безопасности ну спасибо за информацию как же приятно иметь бывшего врага на своей стороне да спасибо за вашу оценку а что из себя представляет кольцо эмблем дарованная солм синий пламя синее пламя кольцо храбрый храброго синего пламени пытается самым мощным среди всех эмблем если мы сможем заполучить это кольцо она будет нам очень полезно и даст большую силу это кольцо именно то что нам нужно в нынешней ситуации ну что ж давайте поспешим итак королевский замок находится разве мы не проходили здесь ранее я как-то не смог сразу это осознать учитывая что пейзаж практически один и тот же везде мне очень жаль да все в порядке я сама знаю географию солма только по карте кстати а что насчет вас принц алфред и принц диамант учитывая что вы союзники с королевством солом то вы по крайней мере должны были посещать королевский замок мне очень жаль но я здесь не был так давно что я не могу вспомнить дорогу ну а я только а я только со стороны филана посещал замок поэтому я не знаю дорогу которая идет со стороны иллюзии мне очень жаль понятно то есть другими словами никто не знает путь королевскому замку вы потерялись похоже на то это проблема вот если бы только был какой-нибудь индикатор вы там господа путешественники да простите что обращаюсь так внезапно к вам но судя по вашему поведению вас проблемы а вы кто а я да я лидер дозорных и защитник мира в тулской пустыне форк форград как дозорный я должен помогать тем кто в беде и если вам нужна помощь то я вам помогу большое спасибо я божественный дракон валера из литос божественный дракон серьезно божественный дракон которому все поклоняются серьезно да что простите я был слишком груб с вами все в порядке пожалуйста говорите со мной как обычно не стесняйтесь ну раз божественный дракон так говорит а почему же такой великий человек оказался в беде тут у нас мне нужно браться до королевского замка солма я не знаю дороги а понятно но в таком случае пожалуйста позвольте мне быть вашим гидом вы уверены для иностранца опасно путешествие в одиночке здесь поэтому я как тот что знает пустыню приведу вас вам повезло что вы встретили меня гиперактивно большое спасибо ну тогда в королевский замок хотел бы я конечно так сказать однако мне сначала нужно закончить свою работу работу да какое-то время назад в пустыне тут появились монстры ну и мне с пацанами поручили разобраться с ними как дозорных мы как раз шли в ту сторону и нам сообщили о их появлении мне очень жаль но вы не могли бы подождать пока мы с ними разберемся прежде чем отправиться в путь да конечно мы сами то привыкли сражаться так что позвольте нам помочь вам спасибо за помощь а мои товарищи впереди пойдемте встретимся с ними погнали познакомимся с товарищами кстати мне кажется ли игрок немного тихая но теперь будет лучше ух похоже тут у нас большие неприятности а вот они вот они пандро боны богат опаздываешь ты что хотел чтобы нас тут убили что ли но скучно укрытие тара коица никого они бы скорее нас сожрали но и ну простить простите но в качестве знака проще я привел помощников так что надеюсь вы меня простите помощники пандро пандро ты возможно сейчас удивишься но посмотри кто тут у нас божественный дракон приятно познакомиться я божественный дракон валеры в объект поклонения для всех что ты как ты кого вообще привел ты как прекрасно какой окрас окрас нашего главного блюда че ты хоть понимаешь ты понимаешь ну хоть понимаешь что вообще творишь он живут бог наш я ты как я как это как я Будем сражаться вместе, поэтому полагаюсь на вас И я думаю, вместе мы быстро расправимся тут с монстрами и пойдем в замок Да? Тогда я тоже постараюсь Так, ну ладно Надеюсь, нас не убьют где-нибудь по пути в пустыне, да? Так, привет, привет, Астар, привет всем Надеюсь, у вас там все хорошо Так Так, пора брать вайфу Ну, как бы и все пока что Так Кольца, верну себе Эдельгард Это раз Эти я дам Лин Которая лучница как раз Дальше А вайфу я дам Не, ну Лусяна как-то не очень ей подходит Ну, она вообще-то никому из оставшихся персонажей не подходит Ну, Астар, мне он как-то не интересен Ну, Айви у нас уже 17 уровень, в отличие от остальных, которые отстают Ну, кстати, ее можно будет Ей можно будет сменить класс потом Ну, ладно, дам Ну, Астар, ну как раз вот поменяю на вайфу Здесь монстры, кто-нибудь помогите мне Ну, понятно, нужно спасать и жителей Ну, что ж Давайте приступим к заданию дозорных Да Я заждался Давайте повеселимся Даже если мой противник Монстр Я его хорошенько приготовлю Или я могу его хорошенько приготовить В смысле, как блюдо Повсюду вообще-то зубучие пески Из них будет трудно выбраться, если мы в них окажемся Поэтому будьте крайне осторожны Так Окей, туториал насчет песков Это тип местности, который значительно снижает подвижность Ваш акаденец, который туда попадает Ну, понятно Пытайтесь это избежать Спасибо И к нам присоединились новые персонажи Файтер Ну, Астер Фу, Астер, Салар, да? Не, ну, Вайфу мы сменим класс обязательно Сделаем из нее нормального мага Потом Какую сторону пойти ты лучше? Поехали А, что ты, блин, стоп, это же мои Новые единицы Давай, Бон, мочи Велден, и что? Мне как-то все равно Мне он не нравится Я хочу что-то нормальное Так Дед, сюда Дед Там скритак какой-то у тебя Не очень Ух, хорош Ну, что-то она не очень Ну, слияние Если дамаг появится Ну, такой себе А, кто ж Ну, в песках, конечно, лучше не останавливаться Ну, в песках, конечно, лучше не останавливаться господин божественный дракон для меня большая честь с вами работать у меня есть посох варпа при необходимости по вашему приказу я смогу перемести куда-нибудь союзников спасибо сейчас мы как раз это и используем отсюда пошел ну учетом огня не хватает кто у нас что-то Давай, дед, красава. Молодцы. Дуэль лучников, отлично. Блин, эта тварь, по идее, в другую сторону должна было пойти. Молодцы. Девушки отдыхают. АГГ нельзя перенести? Ну, отлично. Отпуск не работает. Вот кто-кто, эти у нас останется до конца игры в пати. Нет, Савара, он не работает на него, только на себя. Да. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, но какой смысл, если я достать не могу? Так, разбит, отлично. Ну, типа, спасибо за крит, когда он не нужен. Так, ну, это копье у нас, кстати, неплохо по дамагу. Нужно не забыть потом отдать кому-нибудь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, слишком рискованно. Девушки отдыхают. Мне что, придется в пески лезть? Все равно не достаю. Отлично. Не на того он наехал. Блеск, деда траванули. Девушки отдыхают. Так, хорошо. Так, хорошо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Так, надо деда захилить. Дед, живи. Спасибо. О, здесь. Не, ну дед, конечно, хорошо. Он у нас тоже останется до конца игры в пати. Ну, ГГ у нас тоже, наверное, останется до конца игры в пати, вы что скажете? Или все-таки его лучше убрать? Он бесполезен. Ну, короче, его бить можно всем, чем угодно. Ну, Салар, да, 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 ты тут, конечно, прав. Так. Ах ты ж, ублюдок. У нас что, только один враг остался? Да, не густо. А, ну это уже другой разговор. А то что-то как-то короткая миссия. Ах ты, ублюдок. Ах ты, ублюдок. Так, ну что, возвращаемся назад. Ну, типа да. Хотя нет. Ах ты, ублюдок. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, идите сюда. Хорош, дед. Ах ты, ублюдок. Ах ты, ублюдок. Ах ты, ублюдок. Макпин. Бесполезный. Ну, вот какой-то толку от лучника, который, блин, умеет стрелять только со расстояния двух клеток. Субтитры сделал DimaTorzok. Привет, корта, дай тебя тоже с праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова деду насрать он все выживет там они как-то нигде нас а а а отлично вот собственно это эмблемой была нужная эти показывает всем где раки зимует вот это нужно было сделать еще в прошлом ходе а и 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 кританул правда его крит такой себе ну да ладно вы и 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 ну ребят все Что, вот так сразу бегать по карте Даже разговоров нет Спасибо Спасибо Спасибо, что помогли нам победить этих монстров Эээ Ваша помощь Была неоценима, господин божественный дракон Вау Эту победу мы смогли Взять благодаря вам, господин божественный дракон Позвольте мне произнести благодарственную молитву вам позже Может не надо Я как бы переживу, наверное Так, ладно, давайте собирать лут 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 И животных Кстати, мы, по-моему, давненько не инвестировали в страны Ну да, мы не знаем, как заботиться об этом Животне Так, что там ещё Так, ну пёсика мы можем приютить У нас уже есть такой И не один У нас уже есть такой Кот В каком месте О, там Мне дали Предмен для смены класса Как я ожидался Это был великолепный бой Этого стоило... Я думаю, этого стоило ожидать От господина божественного дракона И как и было обещано Я Приведу вас В замок Солма Тут довольно легко можно потеряться Так что Следуйте за мной Пожалуйста Пожалуйста Полагаюсь на вас Наконец-то Прошло Прошло Действительно Очень много лет С тех пор Как я был В замке Солмы Мне казалось, что Фину и Солом Были в более Близких отношениях Друг с другом Солом 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 Не было Не было Никак Солом Солом Не было Не встречались с королевской семьей, кроме нее Никогда не встречались? Да, это конечно же В следующей королевской королевской семье и в этом древне Да, мы ни разу не встречали ни следующую королеву, что является нынешней принцессой, ни ее младшего брата, принца, что тоже является наследником. Алфред, вижу, в твоем случае все точно так же, как и у меня. Диамант, у вас тоже так? Может, я и забыл дорогу к замку, но вот это я хорошо помню. Интересно. Я помню, как в королевском замке была только королева и ее нежелание, чтобы мы встретились с другими членами королевской семьи. Когда мы попросили дать нам возможность встретить принцессу и принца, она сказала, не сейчас. Сейчас никто не будет подходить к ним. То же самое было и при нашей встрече. И когда я спросил, когда можно будет встретиться, она сказала, что не знает. Не может быть такое, чтобы члены королевской семьи отсутствовали на протяжении долгого времени в замке, из-за чего, собственно, не дают встретиться. Почему их так упорно прячут? Например, они очень тяжелые или они не нравятся? Или они не могут показать? Ну, например, может быть, они очень больны, или им не нравится встречаться с другими людьми, или у них какие-то другие причины, которые мы не можем понять. Загадочно. Потому что вот такие люди, как Фогат и остальные, что были с ним, кажется, вполне добрыми и хорошими людьми. Впрочем, отношения королевы, может, и дружественные. Ну, очевидно, что есть какая-то тайна, какой-то секрет, связанный с королевской семьей. Поэтому даже когда мы попадем в замок, будьте себе на чеку. Я понял. Подозрительно. Очень подозрительно. Вот мы и пришли. И это и есть королевский замок Солма. Вот, поговорите с тем страшно выглядящим привратником, и он откроет вам дорогу. Большое спасибо, Фогат. Большое спасибо, Фогат. Ты действительно нам очень помог добраться до сюда. Ну, если ваши соседи дозорные смогли помочь, я счастлив. Я никогда не забуду эту доброту. Ну что ж, тогда мы пошли. Что? Что? Фогат. Фогат? Ты куда? В смысле, куда? К привратнику. А сможет ли простой дозорный добиться того, чтобы его пустили в королевский замок? Ну, я думаю, что, как правило, это невозможно. Но все же, если он связан с солдатами в королевском замке, то кто знает. Так, подожди, Фогат. Я дома. Я дома. Я дома. Принц Фогат. Вижу, вы вернулись. А мы немедленно откроем враты. Спасибо. Принц. Они только что назвали Фогата принцем. Но если я не ослышался, то да. Простите за ожидание. Ну, врата открыты. Фогат, ты что, принц Солома? А я что, не говорил? Никогда не слышал. Че? Ой, сорян, сорян. Ну, тогда позвольте еще раз. Я принц Фогат, а также лидер дозорных Солма. Добро пожаловать в мой королевский замок. Солома, пожалуйста, дай мне, как и врач. Не стесняйтесь. Заходите. Вы же пришли в замок, потому что хотите увидеться с моей матерью. Не так ли? Мамуль, у нас тут как бы гости. вот этот сюрприз господи вот этот персонаж такой расслабляющий от всего этого пафоса вокруг прямо снимает все это напряжение вернемся к тексту я никогда бы не подумал что это он принц сам принц является частью дозорных да похоже некоторые люди действительно так поступают если он такой энергичный и бодрый то почему до сих пор он не знакомился с людьми из других стран да загадкам прямо нет конца но в любом случае давайте зайдем замок а то фогат нас ждет громко маня нас или как-то так да как же это здорово украдено на разорвано на части и жалко раз и какое жалкое разделение в итоге прошу прощения не госпожа в л сэпи ну каково каков статус божественного дракона похоже что они убежали пройдя через пустыню стремясь добраться до королевского замка солма значит они вернулись вроде но если они это сделали стремясь раздобыть новое кольцо то так даже лучше для нас эй эй госпожа вейл может пойти за ними а я бы очень хотела это очень хорошая мысль но придется еще немного подождать нам было бы проще если они сначала взяли кольцо солма а потом мы взяли это кольцо у них и все остальное понятно ну ладно тогда до тех пор я буду хорошей девочкой и буду ждать ты молодец марон да марон прямо гордость нашей банды четырех гончий госпожа в л и сэпи обе так меня хвалят мне это очень нравится ты просто ребенок и это вообще не не понимаю как по мне лучше чтоб тебя поругали чем похвалили понятному захист в порядке гриф что касается тебя я причиню тебе столько боли сколько смогу тебе принести если ты конечно выполнишь миссию успешно боже ребят я уверен что все это зацезорили в английской версии а вот это действительно стоит ждать в конце концов госпожа в л вы одна из верховных правительниц а что на счет тебя мы или муавы чтобы ты хотел получить качестве награды в следующий раз я ничего пожалуйста лучше на меня вообще не обращайте внимание ты так холодно ко мне относишься даже не называешь меня по имени ну ладно важно это еще один кратковременный застой пока не придет нужный момент и тогда госпожа вейл кажется этот раз я слишком долго не спала мне нужно уснуть на некоторое время все инструкции написаны здесь я прошу вас познакомиться с ними и позаботиться об остальном да как пожелаете интересно очень интересно да ну компании злодеев конечно собралась веселая по ходу тут те еще извращенцы и да там скоро сюжетные dlc которые нам дадут поиграть за злодеев так что по ходу мы там сможем узнать про них побольше все не так просто конечно но не буду спойлерить я к сожалению посмотрел трейлер хотя спойлер в этой игре ну что ребят как вам эта глава и знакомство с принцем я так счастлив что вы пригласили меня в такое замечательное место кажется я все больше и больше влюбляюсь в господина божественного дракона так где у меня там а нету еще мысли ни о чем наверное один из самых нормальных персонажей сейчас будет и дай мне мою шоколадку ну рейзер ну а шоколадка будет следующий по ходу так ладно давайте как обычно рутиной займемся и пойдем к следующему заданию это есть священный остров осомнел где обитает боги господин божественный дракон для меня большая честь то что вы позвали меня сюда окей и тут что-то валяется кстати а что у нас там по отношениям ничего ничего так 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 давайте давайте принца прокачаем с кем-нибудь о принца с лапис можно и 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 А тут я бы, знаете, кого прокачал бы? Луи с какими-нибудь тянками, учитывая его... Обе, назовем это так. Нас может ожидать что-нибудь очень интересное. Так. Давайте Джейд посмотрим. Тут может быть очень интересно, учитывая, что они оба у нас бронированные воины. О, господи. Ее коса живет своей жизнью, походу. Так, а это что? Драгон-шутер. Хм. Вам доступно драгон-шутер. Стоп, че? Так, давайте посмотрим. Название уже интересно. Походу, какая-то мини-игра со стрельбой на драконе. Вы желаете прокачать навыки полета на драконе? Я готова, но... Ну, давайте. Так. Драгон-шутер. Это игра, в которой вы летаете на драконе и пытаетесь уничтожить парящие мишени, чтобы заработать высокий балл. Используйте специальные мишени, чтобы набрать максимальное количество очков. По мере развития сюжета будут появляться новые уровни сложности. Пока что доступна только нормал. О, можно с Лэйси пойти. Ну, погнали. Боже, куда Лэйси залезла? Не опасно ли? Ну, знаете, стрельба это, конечно, хорошо, но когда у стиков мертвая зона такая большая, как у свеча, это не очень удобно после плойки особенно. Да, это совсем неудобно. Нельзя плавно прицел переносить. Увлекательно. Ага. Очень. Что-то я Дракенгард вспомнился. Что-то я. Оу, Лэйси, красава. Ну, пик там. Да, а то... Ну, это же норма. Там еще два уровня сложности. Ну, короче, новое развлечение. Продолжает открываться. А, я получила еще трипл ээс. Отлично. Пару зелий и факел. Ну, типа, окей. Ну, не, ну, нормально, че, ладно. Так, потренируемся. О, ребят. Хард уровень сложности. Наконец-то открылся. Ну, вперед. Ожимаемся. Вилден, тут не палец нужен. О, это в другую. Какое-то в другую. Забуду! Здорово! О, Лэйси помогла Матвей, да, прикинь, чудеса бывают Так, все, тут закончили, Дейша, вот тебе и хард Что, хардовенько, хардовенько Ну да, на руками не успел Так, вот, конечно, а как иначе Да, блин, застрял-то Ну, парабачим Услушай, а там на другой стороне, что там такое Надо еще проверить Палатка Стамейки Так Вон туда можно закинуть Кстати, а где новые удочки? Надо в магазине посмотреть Стоит Используйтесь Используйтесь Водок 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 А Водок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да Кстати, что у нас по оружию? По оружию для ГГ и ничего интересного Так, слушайте, а вот для деда есть новый топорчик Дед, держи Долазов Такое себе Так, Эки Мы посмотрим для тебя новый лук Ну, чё-то всё Такое себе Хотя этот можно взять Долазов Магия молний Дамаг 14 Магический Так, ну вот Высшая магия огня Я думаю, эту книжку можно взять Заменить на эту И вставить эмблину А, нельзя Ладно Долазов Так Хватит Так Так А для юнаки Новый кинжал Ну, чё-то всё Такое Субтитры сделал DimaTorzok Вот это можно взять Дозов Привет, Илья Потихоньку Так, кто ещё с персонажей нам нужен Так Анна Кто у неё по топору И что-нибудь хорошее О, есть лужки Остальное, да, такое Ну, этот против бронированных Будет полезен Так что заменим Дальше Ну, и пока что всё Пойдёт и так Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, этот у нас 18, этот 16 Нет, тогда лучше в этот ставить Еще побольше Мы немного теряем все остальное Ильяс, чего ты взял такое? Нет, тебе кажется Я же не виноват, что у этой игры не сделали нормальный перевод Какой-то от себя написали в английской версии Так, тут у нас 7, 10 Так, если вставлять... Ну, что-то тут, если вставлять лин, да, у нас повышается точность, крит Но вот дамаг снижается Причем так неплохо, на 3 пункта Да Зато крит 50 Очков дает По стандарту у него 30 Вот этого... Так, юна-ка... Короче, все фигня О, слушай, тут новая одежка Опа 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 Ребят, ребят, я нашел новый офигенный наряд для ХГ О, господи, это что за безумная маска О, кот, ты тоже это увидел, да? Так Кстати, вот это тоже ничего так О, отлично Я тут султан Так, ладно, без этого О, господи, мамочки Нормально Ну, блин, у нее мне нравится ее оригинальный наряд Поэтому Кого-нибудь другого переоденем Другую, точнее О, кстати Кто хочет посмотреть на Аню Так Я вижу, все довольны Остальное мы уже все видели Блин, тут проблема в том, что стандарты и наряда тоже хороши Поэтому что-то как-то менять их особо нет желания Илья, он и не должен Это засоряет Картинку и мешает Ладно, пусть будет эти Ладно, пусть будет эти О, здравейся, пацаны О, здравейся, пацаны Готовы используются Готовы использовать свои навыки готовки на кухне здесь О, натурат Здорово Опаздываешь Так, ну все, тут мы закончили Ну, накормим У нас как бы уже максимальный уровень Но Что-то хорошее пока что не случилось О, здравейся, пацаны Итак, погнали на арену О, оливия, то есть кагетту О, оливия, то есть кагетту О, оливия, то есть кагетту О, мы прокачали отношения Сейчас почитаем линг О, баншот О, баншот О, баншот О, баншот О, баншот Эрастов, надеюсь, что нет все хорошим понемножку так вот смена класса есть это точнее апгрейд так а что насчет эти короче ребят что скажете насчет эти качаем ее в снайпера или в рыцарь с луком боу снайд и она будет на коняшке ну и как вы видите лук прокачается до а ранга меч до ц ну или до с ранга если снайпер она будет успевать туда где ну да как бы тут есть свои преимущества ладно давайте ну эти все билдинг так это неважно они все полезны поскольку я тут заметил в этой игре это вообще практически не имеет значения они тут все хороши по-своему так что просто а тут у нас четвертый уровень то еще валера скоро кстати прокачается тоже так юнака ну двадцать первый ну монг делать из нее как-то не очень хорошая идея мне кажется а вот в классе вора прокачать ее хотя стопы это уже самый уровень это не меняется да с 5 интересно класс называется фол джер пол полдзер увидимся или сейчас она может использовать только меч и книжки различные а сможет еще и посох ну типа окей так что у нас по описанию маг фехтовальщик убивающий врагов с помощью магии может также обращаться с посохом ну ну так а спецнавык процент навыка процент навыка при определенном проценте навыка к урону добавляется половину половина силы к магическим атакам или половина магические силы к другим атакам то есть по сути магические атаки усиляются обычными а обычные атаки усиляются магическими но только половина с и и Так, тут у нас какие-то вообще не то. Вот это высший священник, но это больше все-таки на исцеление. А вот magic night я бы взял. Нужно мага до 10 левела прокачать, окей. А что нам нужно для мага? А для мага тут нам нужна другая штука для смены класса. Которая называется именно смена профессии. Надо будет сейчас посмотреть. Хотя я вроде их не заметил, но кто знает. Странно, что они не продаются нигде. По сути мы получали только вот эти штуки, которые может повысить с более низкого класса до более высшего. А вот сменить его не дают пока что. Салат, да не, раз я уже начал с ней, как-то я привык уже к ней. Так, здрасьте. А, ну вот они, собственно, есть и те и другие. Спасибо. 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 Ну, кстати, они дорого стоят. Отлично. Значит, они все-таки появились в продаже. Ура. Так. Ура. Так. Неплохо, сразу столько всего доступно стало. Так, ну тогда все, переделаем ее в мага. Слушайте, ну мне это нравится больше, да, нормально. Наконец-то она убрала это огромное платье. Ну, кстати, Юнака тоже может в мага превратиться, ну и все. О, кстати, я еще в Айфу могу в мага превратить. Ну ладно, пока что прокачаем ее в класс, там посмотрим. О, слушайте, а вот она сможет еще в Сейджа под... Нет, она может сейчас перейти. Это у нас маг высокого ранга, обладающий мощными магическими способностями. Помимо гримуара он также может использовать посохи. Вилден, я же сказал, не важно. Я не люблю летающих юнитов. Берем. от них больше проблем чем польза так ну а что такое клево выглядит мне тоже нравится я довольна ну вот это можно продать это тоже в этом и оставим это мы сейчас не трогаем да ребят походу пора начинать фармить еще и доп задание а печати я все куплю потому что они тут скорее всего обновляется каждую главу или после каждой битвы рей главу я думаю с голым животом так а вот что с флам делать она у нас монах ну по идее вот нужно ее в мастер монг а чтобы прокачать дом мастер монг нужен 10 лвл кстати близки так и сделаем а насчет юнаки что скажете куда ее ну с форд арм 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 ар то есть с форд арм ар бронированный мечник на счет кинжалов если посмотреть что есть с кинжалами Потому что она сейчас у нас в классе вора Потому что я вижу, дальше она только если в мага Так, сейчас посмотрим, если есть этот класс И походу его нету, слушайте Нету Как минимум я его не вижу, ассасина И что-то похожее И это странно Посмотрим, может дальше будет Солар это тот же класс, который сейчас она использует То есть вор То же самое Так что, увы Кстати, а вот деду, как я вижу Тут тоже неужели никуда дальше Да, превратить деда в вора Отличная идея Блин Вот есть класс генерала С-ранг Ну, типа Так, можно использовать команду Поменять местами Чтобы поменяться местами с соседним союзником Союзником Ну, что-то такое себе Берсерк Ну, кстати, берсерк Да не, бред какой-то Так, когда происходит удар Противник перемещается на две клетки Ну, отлетает на две клетки Ну, тоже такое себе Ладно, короче Пока что сойдет Так Дед Берсерк Это круто Но он лишится коняшки Так Давайте поедим О Ну, ребят Возможно, скоро будет побольше фаеремлима Как только мы закончим Побуднем Сора Ну, кисеки 2 Туда перейдет фаеремлим И будем стримить побольше И закончим его Так, вернемся к тексту Какой-то сладкий В то же время острый И противный вкус Я не привыкла к такому Блин Ей не понравилось Вы пытаетесь отравить меня? Я сделал что-то, что спровоцировало вас на это Так, стоп А что я приготовил? Так 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 Блюдо называется Блин, ну и название, конечно Так Ход креп Ну, собственно, горячие крепы Чигао Хожи То есть Горячие крепы То есть, горячие блины С Со звездами Или с разными звездами чагау это разные хоши это звезды или планеты или какие-то а стоп это еще можно перевести как ну какой-то объект но это небесное тело или что-то подобное так что это не может быть именно кусок я не знаю там мясо человека ли что подобное очень странно короче очень странное блюдо мы приготовили какую-то дичь но обломок метеорита что ли хотя вряд ли что это именно используется для обозначения или планеты или звезд ладно кстати да да здорово ну чё ребят думаю он заслужил наш подарок бу-гага смешно ну да смешно или ты делаешь смешные вещи забавные вещи ты тот еще приколист о кстати уж хороший перевод будет но типа окей он заценил хотя бы так сирио не нори тайна так я тут немного отношений пока чем это есть все мы в дамках дэйша вот она Салар, уже Так, ну что ж Я специально обошел все тут Прокачал отношения Чтобы сделать перерыв И следующую, так сказать, часть Стрима начать с Прокачки отношения А потом пойдем на следующее задание Так что перерыв